Председатель комиссии по экономическому развитию Наталья Фирюлина посетила предприятие, которое в этом году отмечает 20-летие. Какую поддержку сегодня оказывают малому и среднему бизнесу? И сложно ли удержаться на рынке компаний по производству одежды? Здесь будет три слоя утеплителя, то есть позиционируем до 30 градусов. Депутат городского совета Наталья Фирюлина с деятельностью компании Покров, которая занимается пошивом форменной одежды и экипировки, давно знакома. Эта фирма на рынке уже 20 лет. Вот у нас 66 тысяч почти малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Из них реально производящих продукцию, которая требует вообще на самом деле вот таких очень нестандартных подходов. Их очень мало. Пять лет назад на этом предприятии начали шить одежду для активного отдыха, причем приспособленную к нашим сибирским условиям. По мнению народного избранника, в сегодняшних условиях, когда на рынке огромное количество предприятий, предлагающих одежду такого плана, важно угадать желание покупателей. Продумано именно то, что вот эти охотники сами для рыбаков. То есть, если человек, как говорится, в экстремальных условиях сидит, холодно. В прорубь, например. Да. И далее вот сюда еще будут вставляться наколенники, чтобы было удобно. То есть специально разработан костюм для нужд рыбаков. Все модели одежды, как рассказывает главный технолог предприятия Елена Косарева, их собственная разработка. Они именно с учетом замечаний и предложений тех людей, которые носят нашу одежду, они к нам приходят и говорят нам, чтобы они хотели видеть наши одежды. Какие утеплители, какие материалы, какие, может быть, элементы, которые были бы удобны, и то, что вот не можете зажить другие. Предприятиям малого и среднего бизнеса, таким как это, конечно, можно рассчитывать на помощи со стороны властей. Меры поддержки предоставляются различные. Фирма может получить микрозайм при открытии собственного дела, субсидию на возмещение части процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам, может принять участие в грантовой программе и тому подобное. Периодически выполнение мер поддержки предпринимательства в Красноярске рассматривается в городском совете. Мне кажется, что самое главное, что вообще в городе в целом, в общем-то, созданы условия для развития малого и среднего бизнеса. Это вот, на мой взгляд, существенно важнее. Причем такого бизнеса, который на самом деле не просто торгует у нас таких 60%, а именно производит. И если эти люди здесь живут, производят, посмотрите, здесь есть и молодые и так далее. Я уверена в том, что и средняя заработная плата нормальная, и налоги они отчисляют как положено. Кроме того, на предприятии есть те, кто работает здесь с момента его основания. Кстати, лучшие сотрудники компании по случаю 20-летнего юбилея были награждены благодарственными письмами городского совета депутатов.